Привет, меня зовут Александр Багно, я занимаюсь видеопроизводством более 20 лет, 9 лет продаю контент на видеостоках, веду на эту тему блог в социальных сетях и последний год активно занимаюсь нейросетями. И на этом марафоне мы как раз и научимся работать с нейросетями и искусственным интеллектом и попробуем создать контент для социальных сетей, используя искусственный интеллект в виде чат-бота, а также сгенерируем изображение для ваших постов и применим инструменты нейросетей для создания видеороликов. Но прежде чем начать, давайте узнаем, что же такое нейросети. Нейросети это по сути алгоритмы, натренированные на огромной базе данных, и с помощью этих алгоритмов мы можем создавать новый контент, опять же, используя чат-боты, то есть нейросети, которые генерируют текст, и изображение. На этом уроке мы начнем как раз с создания постов, используя чат-боты, то есть нейросети, которые генерируют текст. Их есть несколько видов, несколько компаний, которые предоставляют эти чат-боты. Например, всем известный чат-GPT, который генерирует текст, также есть чат-бот чат-соник, есть Bart от Google и есть Bing от Microsoft. У каждого чат-бота есть свои инструменты и особенности. Например, всем известный чат-GPT, по сути, бесплатный, но не имеет доступа в интернет, и у него ограниченный функционал. Для того, чтобы запустить полностью функционал чат-GPT, необходимо оплатить подписку. Тогда он будет иметь доступ в интернет и дополнительно может обрабатывать изображение. Чат-бот от Google Bart имеет доступ в интернет, но пока не умеет работать с изображениями. А вот чат-бот Bing от Microsoft умеет генерировать текст, умеет генерировать изображение и имеет доступ в интернет. Кроме того, он абсолютно бесплатный, поэтому именно с ним мы и будем работать. И на первом уроке мы попробуем создать пост для социальных сетей, используя этот чат-бот. Для того, чтобы пользоваться этим чат-ботом, необходимо скачать приложение. Оно есть и на Android, и на iPhone. Называется Bing. Для того, чтобы пользоваться чат-ботом Bing, необходимо в нем зарегистрироваться. Но перед тем, как это сделать, если вы находитесь в России, то, к сожалению, придется включить VPN, потому что регистрация для российских пользователей достаточно сложна и не всегда проходит. Если же у вас уже есть учетная запись от Microsoft, то есть почтовый ящик с окончанием Outlook либо Hotmail, то можете использовать эту почту для входа в свой аккаунт в Bing. Я пользуюсь VPN Planet VPN. Если у вас есть какой-то свой, используйте его. Включаем VPN. И теперь начинаем процедуру регистрации. В левом верхнем углу нажимаем «Создать аккаунт», «Добавить учетную запись». Вводим название вашей учетной записи путем получения нового адреса электронной почты. Ну, давайте напишем greenway.ai.outlook.com. Нажимаем «Далее», придумываем пароль. Снова нажимаем «Далее», вводим свое имя и фамилию. Далее. Страну или регион оставляем тот, который указал ваш VPN и вводим дату рождения. Далее проходим небольшой тест на то, чтобы не робот. И проверка завершена. Учетная запись создана. Теперь под этой учетной записи вы можете входить в свой аккаунт на Bing и пользоваться нейросетью абсолютно бесплатно. Что позволяет делать этот чат-бот? По сути, это чат с нейросетью, с которой вы общаетесь как с человеком, как с помощником. То есть, просите его сделать то или иное действие. Написать текст, сгенерировать изображение, чему-то обучиться, найти какую-то информацию в интернете, помочь вам найти ту или иную информацию. Можете даже забронировать билеты в гостиницу или на самолет. В общем, это ваш такой персональный помощник, который делает абсолютно все действия в интернете за вас. Но надо единственное учитывать, что он вас не знает. Он не знает, чем вы занимаетесь, он не знает, что вам нужно получить и насколько это соответствует тому заданию, которое вы от него просите. Поэтому я рекомендую общаться с ним практически как с ребенком. То есть, если вы хотите что-то получить, вы должны ему как можно подробнее описать ту или иную задачу, чтобы вы были довольны результатом. Потому что, так или иначе, нейросеть — это все-таки инструмент, и полностью сделать за вас всю работу он, наверное, не сможет. Но если вы ему подскажете, что необходимо вам сделать, он, безусловно, это попытается сделать максимально качественно. Итак, нажимаем внизу кнопку «Общаться», и появляется тот самый чат, в котором и будет происходить общение. Да, я рекомендую использовать GPT-4, то есть поставить галочку «Включить тумблер на GPT-4», чтобы как раз-таки этот чат имел доступ в интернет и позволял пользоваться всеми новыми инструментами, которые у него есть. Начинаем чат, нажимаем на клавиатуру, чтобы мы могли вписать свой запрос, и напишем то, что мы хотим от него получить. Я предлагаю начать с того, чтобы создать пост для ваших социальных сетей. Тем самым мы можем избавиться от страха чистого листа. То есть, если у вас нет никаких идей, но вы хотите как-то вести свою страничку в социальных сетях, и не знаете, с чего начать, попросите его написать пост на ту или иную тему. Это может быть тема из вашей личной жизни, или относящаяся к вашему бизнесу, или, не знаю, к хобби. В общем, все, что угодно. При этом первый запрос может быть достаточно простой, чтобы понять, как он вам ответит, и что он вам напишет. И далее, задавая уточняющие вопросы или давая больше информации этой нейросети, вы будете получать все более и более точные ответы, тем самым будет формироваться некий пост. Но надо учитывать одну вещь. В нейросетях, в чат-боте, есть так называемые токены. То есть, это количество обращений, количество ответов этого чат-бота на ваш вопрос. В Bing на сегодняшний день таких токенов 30. То есть, общаясь с чат-ботом, вы получите в итоге максимальное количество, это 30 ответов. После этого чат будет закрыт, его история будет сохранена, вы сможете создать новый чат, но Bing не будет помнить историю вашей переписки до этого. Поэтому имейте это в виду и постарайтесь уложиться в вашем задании именно как раз-таки в 30 ответах от Bing. Предположим, что я хочу написать пост про один из товаров на сайте компании Greenway. Что я могу сделать? Я могу скопировать ссылку с этим товаром. У меня это в данном случае пластины для стирки детского белья BioTrim Kids. Перехожу в Bing и спрашиваю у чат-бота, что находится по этой ссылке. А именно, давайте зададим точнее вопрос, какой товар находится по этой ссылке. И вставляю непосредственно саму ссылку на товар. Итак, ответ. По этой ссылке находится товар от компании Greenway, которая производит экологичные продукты из натуральных материалов. Это пластины для стирки. В общем, ждем, пока чат-бот ответит полностью на этот вопрос. Также мы можем прекратить отвечать. То есть, если вы понимаете, в чем суть или, скажем так, ответ чат-бота вас не устраивает, вы можете прекратить отвечать и дополнить свой запрос для уточнения, для лучшего результата. Теперь, когда он на все ответил, я его попрошу написать. Так, опишу. Напиши. Пост для инстаграма. Учитывая количество знаков. Учитывая максимальное количество знаков для поста. Дополню, чтобы он написал это без агрессивной рекламы. И пусть добавит в свой ответ сторителлинг. Добавь в ответ сторителлинг. Все, нажимаем «Отправить» и ждем, что же он напишет. Итак, ответ. Я попробую написать пост для инстаграма, учитывая максимальное количество знаков для поста. Без агрессивной рекламы добавлю в ответ сторителлинг. И вот возможный вариант. Вы когда-нибудь задумывались, как стирать детское белье без химии и аллергии? Я тоже пока не пробовала пластины для стирки BioTrim Kids от Greenway. Это настоящее чудо природы, которое делает белье чистым, мягким и безопасным для кожи малышей. Пластины BioTrim Kids состоят из натуральных компонентов, основанных на кокосовом спирте. Они не содержат фосфатов, хлора, отдушек и других вредных веществ. Они подходят для всех типов ткани, даже самых деликатных. Они не оставляют разводов и не портят цвета. Я использую пластины BioTrim Kids уже несколько месяцев и очень довольна результатом. Мои дети не жалуются на зуд и раздражение, а белье всегда свежее и ароматное. К тому же я экономлю на стиральном порошке и ополаскивателе, потому что одной пластины хватает на 4-5 стирок. Если вы хотите попробовать пластины BioTrim Kids, то у меня есть для вас специальное предложение. И далее идет предложение, и также он ставил хэштеги к этому посту. Но мне бы хотелось, чтобы все-таки это было, скажем так, не такой прямой рекламой раз. Плюс ко всему, я мужчина, и мне хотелось бы, чтобы речь в посте шла от лица все-таки мужчины. И был какой-то личный опыт, более, скажем так, простой и понятный каждому человеку, как я уже сказал, без такой активной рекламы. Давайте уточним. Я попрошу чат-бота о следующем. Итак, напиши, перепиши этот пост от лица мужчины, у которого есть дочка. «Вставь историю из жизни, в которую впиши товар». Отправляем запрос, то есть он этот пост перепишет уже с теми пометками, которые я ему указал. Как вы видите, уже написано, что 3 из 30, то есть 3 из 30 токена задействовано. 3 ответа получено, осталось 27. Поэтому, общаясь с чат-ботом, учитывайте это. Когда наступит 30-й ответ, будет появиться надпись о том, что этот чат завершен. Если вы хотите продолжить общение с чат-ботом, вам необходимо создать новый. Итак, вот что он поменял. Привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами своим секретом, как я стираю белье своей маленькой принцессой. Да-да, вы не ослышались, я сам стираю белье для своей дочки. И знаете почему? Потому что я нашел идеальное средство для этого. Пластины для стирки BioTrim Kids от Greenway. Моя дочь очень чувствительна к химии и аллергенам. Она не переносит обычные стиральные порошки и ополаскивателя. Она часто жаловалась на зуть, сыпь, раздражение на коже. Я был очень обеспокоен ее состоянием и искал способ решить эту проблему. И далее идет опять реклама непосредственно этого средства. Но что бы мне хотелось? Так как я веду посты в своем блоге немного с юмором, соответственно, хотелось бы добавить юмора и в этот пост. Давайте последний комментарий, который я сюда внесу. Это добавь больше юмора в пост, описав жизненную ситуацию, например, с прогулки. Отправляю. В любом случае, добавляя свои комментарии, вы можете получить идеальный пост, который походит и под вашу стилистику, и под ваш формат написания. Чем больше, как я уже говорил, вы дадите информацию чат-боту, тем лучше. Вы можете даже скинуть примеры своих постов, которые у вас уже есть, и попросить его написать новый пост про тот или иной товар, используя стилистику тех примеров, которые вы ему отправите. Причем нет каких-то особых специальных команд, как правильно дать ему эти комментарии. Вы можете вот в свободном формате написать «Сократи этот пост, убери то или иное слово, сделай вступление поменьше, сделай меньше рекламы, сделай больше рекламы, добавь жизненных ситуаций, добавь больше юмора, или сделай пост максимально серьезным». То есть общайтесь с ним, как с обычным человеком, или как с помощником, который все ваши комментарии учтет и сделает все максимально правильное, так, как вы хотите. Ну что, давайте посмотрим, как получился пост с этими комментариями. «Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о том, как я провел выходные со своей дочкой. Мы решили сходить в парк и поиграть на площадке, но не тут-то было. Как только мы пришли, на нас набросилась толпа детей, которые хотели потрогать наше белье. Да, да, вы не ослышались. Наше белье. Вы спросите, что за белье мы носили с собой в парк? А вот ответ. А вот и ответ. Пластины для стирки BioTrim Kids от Greenway. Это не просто пластины, а настоящие волшебные пластины. В общем, в данный момент чат-бот немножко запутался. Готовясь к этому марафону, я, конечно, получил другую интересную историю, а именно про то, как моя дочь, выйдя на прогулку, нашла лужи, чтобы в ней побаловаться. И я, как любящий отец, не стал это запрещать, дал волю, что называется, радости. И моя дочь поигралась в этой луже, и мы пришли домой, использовали как раз-таки эти пластины для того, чтобы привести всю одежду в новый свежий вид. Поэтому, чтобы сейчас не тратить сильно время на поиск того формата, на поиск того поста, который бы максимально подходил под ваши задачи, я перейду к следующей теме. Но сам принцип, я думаю, вы поняли. Давая комментарии, вы получаете тот или иной пост, который максимально подходит под ваш профиль в социальных сетях. Что мы еще можем сделать? Мы можем попросить чат-бот составить сториз, используя, опять же, тот пост, который он уже написал, и просто разбив его, скажем так, на фрагменты, на те самые сториз. То есть, если у нас есть длинный пост, мы можем создать, например, шесть, попросить создать шесть сториз, где он как раз расскажет и разобьет этот пост на те части, чтобы это смотрелось все комфортно и в виде некого стори-теллинга. Нажму прекратить отвечать. И давайте заодно покажу еще одну функцию, которая будет вам полезна. Если вы понимаете, что он написал какой-то бред, вы можете вернуться к своему запросу любому из чата, нажать на него и написать нажать переписать. И изменить те данные в своем запросе, чтобы он исправил уже это так, как нужно, с того места, где вы как раз-таки нажали изменить. Все-таки я решил внести некоторые корректировки в свой запрос, чтобы получить что-то более правдоподобное, и я думаю, что мне это удалось, учитывая, что я потратил на это буквально семь минут. Итак, я попросил его еще раз обратиться к ссылке на сайте Greenway, чтобы он мне сказал, какой-то товар там находится, чтобы убедиться, что он понимает, о чем будет идти речь. И я написал следующее. Я мужчина, я веду блог в Инстаграме, у меня есть дочь, напиши пост от моего имени, используй упоминание этого товара в посте. Например, как мы гуляем, испачкали одежду. Постарайся не делать агрессивную рекламу, а сделай упор на сторителлинг и учти максимальное количество символов в посте. На самом деле, можно было бы добавить еще большее количество уточняющих фактов, но я думаю, что этого достаточно для того количества времени, которое потратил на создание этого поста. Итак, что мне написал? Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам историю о том, как мы с дочкой провели выходные. Мы решили сделать небольшое путешествие за город и посетить ферму, где можно покормить животных, посмотреть на природу и просто отдохнуть от городской суеты. Дочка была в восторге от этой идеи, ведь она обожает животных и любит узнавать новое. Мы приехали на ферму и сразу пошли кормить козлят, которые были очень милые и ласковые. Дочка гладила их, давала им траву и сено, а они благодарно мекали и облизывали ей руки. Затем мы пошли к курятнику, где дочка попробовала подобрать яйца из гнезд. Она была очень аккуратна и нежна, но одно из яиц все-таки упало и разбилось и запачкало ее рукав. Что поделать? Бывает. После этого мы пошли к лошадям, которые были очень красивые и гордые. Дочка любовалась ими и хотела покататься на одной из них, но я сказал, что это опасно и что ей нужно подрасти. Она согласилась, но все равно попросила меня сфотографировать ее рядом с лошадью. Я с радостью выполнил ее просьбу, но не заметил, что лошадь решила пошалить и обрызгать нас водой из... Он написал своего ноздря, ну, имея в виду, естественно, из своей ноздри. Мы оба промокли и испачкались, но зато получились забавные фото. В общем, мы провели замечательный день на ферме, но когда мы вернулись домой, я увидел, что наша одежда была в ужасном состоянии. Было много пятен от травы, земли, животных и даже яиц. Я подумал, что придется выкинуть эти вещи или отдать химчистку, но тут я вспомнил о том, что у меня есть пластины для стирки детского белья BioTrim Kids от Greenway. Я решил попробовать их и поставил стирку на самую высокую температуру. К моему удивлению, после стирки наша одежда стала как новая. Все пятна исчезли, цвета не потускнели, а ткани не потеряли свою форму. Я был очень рад и доволен результатом, что не пришлось с нашими любимыми вещами. А дочка была счастлива, что может носить свой красный свитер с сердечками еще долго. Я рекомендую всем родителям попробовать пластины для стирки детского белья BioTrim Kids от Greenway, если вы хотите сохранить свою одежду и белье в идеальном состоянии. Ну и далее идет описание товара. Дождемся, когда он закончит этот пост и в принципе мы уже можем его использовать, ну по крайней мере как основу, подкорректировав те или иные моменты и уже нам не нужно чего-то придумывать, думать о том, о чем рассказать своим подписчикам, уже некий скелет есть, с которым можно работать. Опять же, можно работать через непосредственно чат-бот, либо же самому вписать те моменты, которые вам кажутся более правильными и удалить тот бред от части, который написал именно чат-бот. Но что мы можем сделать еще? Теперь мы превратим этот пост в сториз. Например, давайте пока он еще пишет, мы начнем задавать свой вопрос. Сделай из этого поста шесть сториз. Раздели. текст на шесть сториз. То есть я ему два раза пытаюсь объяснить задачу, которая от него требуется. И отправляю ему этот запрос. Что он делает? Что он должен, по крайней мере, сделать? Он должен разделить этот текст на шесть сториз и написать, что в какой сториз будет находиться. Получив текст для шести сториз, я решил попросить его сделать последнее. А именно, теперь сделай следующее. Сократи каждое сториз в три раза, чтобы было все-таки покороче. И напиши, что в каждом сториз должно быть мной сказано на камеру, а что написать текстом. И также напиши, что в каждом сториз должно быть видео, фото или сгенерированная картинка, чтобы я мог подготовить контент. Ну и вот мы получаем уже, скажем так, финальную версию ответа. с которой уже можно работать и выкладывать непосредственно в социальные сети. Он пишет. Первая сториз. Сказать на камеру «Привет, друзья! Сегодня расскажу, как мы с дочкой путешествовали на ферму и испачкались». Написать текстом «Подписывайтесь на мой блог и узнаете больше интересных историй». «Мы едем на машине по дороге к ферме, дочка сидит рядом со мной и улыбается». Вторая сториз. Сказать на камеру «Мы приехали на ферму и пошли кормить козлят». Дочка гладила их и давала им траву, а они облизывали ее руки. Написать текстом «Козлята такие милые и ласковые» и приложить фото «Дочка держит в руке козленка, который целует ее в щеку». Третья сториз. Сказать на камеру «Затем мы пошли к курятнику, где дочка попробовала подобрать яйца из гнезд. Она была очень аккуратна, но одно из яиц разбилось и запачкало ее рукав». Написать текстом «Бывает и такое, ничего страшного». И фотография. Дочка показывает свой рукав с желтым пятном от яйца. Четвертая сториз. Сказать на камеру «После этого мы пошли к лошадям, которые были очень красивые и гордые. Дочка хотела покататься на одной из них, но я сказал, что это опасно. Она попросила меня сфотографировать ее рядом с лошадью». И здесь написать текстом «Лошади такие величественные». И приложить фотографию «Дочка стоит рядом с лошадью, которая обрызгивает нас водой из своей ноздри». Пятая сториз. Сказать на камеру «Мы провели замечательный день на ферме, но когда мы вернулись домой, я увидел, что наша одежда была в ужасном состоянии. Было много пятен от травы, земли, животных и даже яйца. Я подумал, что придется выкинуть эти вещи или отдать в химчистку». Написать текстом «Как вы думаете, можно ли отстирать такие пятна?» И фотография «Наша одежда лежит на полу в грязном виде». И заключительное сториз. Сказать на камеру «Но тут я вспомнил о том, что у меня есть пластины для стирки детского белья BioTrim Kids от Greenway. Я решил попробовать их и поставил стирку на самую высокую температуру. К моему удивлению, после стирки наша одежда стала как новая. Все пятна исчезли, цвета не потускнели, а ткани не потеряли свою форму». Написать текстом «Я рекомендую всем родителям попробовать пластины для стирки детского белья BioTrim Kids от Greenway. Они не только эффективно удаляют загрязнения, но и безопасны для здоровья и окружающей среды». И он предлагает сгенерированную картинку. Я держу в руке пачку пластин BioTrim Kids и улыбаюсь. А дочка носит свой красный свитер с сердечками и тоже улыбается. Но насчет последней фотографии здесь есть большие вопросы. Скажем так, товарные фотографии не лучший вариант для генерации изображения, а вот генерации, например, дочки с той же самой лошадью можно сделать и при этом в посте написать, что у нас с собой не было фотоаппарата или сел телефон и не было возможности, скажем так, сделать фотографию, но при этом все равно проиллюстрировать то, как это было, используя как раз-таки нейросети. И именно генерировать изображение мы научимся в следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok